Всякие аферисты будут говорить, что вот, там, смотрите, новый министр, да, может быть, он открутит назад гайки, понимаете, да, им в карман, конечно. Непыльный бизнес на продаже вам нереалистичных ожиданий, например, как классика является, поучитесь в нашем говноколледже, и вы получите эмиграцию в Австралию. Сделала месседж политикам абсолютно четкий. Нужно заканчивать свадиками с Петровыми и с прочими. Как вы видите, спотлайт, так называемое, внимание, общественности и политиков привлечено абсолютно к другим, более важным проблемам. Всем привет, друзья! С вами Алексей и YouTube-канал Австралия рулит, где мы говорим о мировых новостях и тенденциях, которые влияют на ваше иммиграционное решение. Ну что ж, друзья, у нас сегодня традиционно пара новостей. С новым министром иммиграции нас не могли пропустить. Куда уж важнее новость, учитывая то, что мы говорим здесь об иммиграции. Уволены министром иммиграции и внутренних дел Австралии. То есть два министра, точнее, вот так вот хайпово вам будут подавать всякие аферисты от обучения сейчас эту новость. Мы специально подождали пару дней. Так оно и есть. Каала Головый аферист именно так и использовал хайповый заголовок. Заголовок. Уволен министром иммиграции, что-то в этом роде. Понятное дело, ни о каком увольнении речи нет. Идет о перестановке в кабинете премьер-министров, так это можно назвать. Абсолютно никакого увольнения не происходило. Значит, просто перестановки. Статья, пожалуйста, посмотрите, я взял для примера Sky News, ссылочка в описании, если хотите, с вами почитайте. Что говорится, значит, у нас новый министр иммиграции Тони Берг, которого поставили на место двух министров. Министр иммиграции Джилис и Клео Нилл, министр иностранных дел. По всей видимости, он будет совмещать данные две позиции в одном лице Тони Берг. Назначен министром внутренних дел и министром иммиграции. Независимый сенатор Жак Ламби не уверен. Там сразу будет отсыл к тому, что об этом думают другие политики. Соответственно, вот в данном случае это Жак Ламби. Известный политик наш, такой активный достаточно. Она не уверена, цитата, что Тони Берг исправит ситуацию с иммиграцией. Утверждает, что правительству необходима перезагрузка всей политики. Ну, это достаточно стандартная вещь. То есть критиковать не конкретно кого-то лицо из оппозиционной партии, а критиковать всю политику оппозиционной партии, на то она и оппозиция. Господин Берг был официально повышен в должности в понедельник, после того, как премьер-министр Энтони Албанизи в воскресенье объявил о перестановках в своем руководящем составе. Бывший министр миграции господин Джайлз и министр внутренних дел Клэру Нилл стали двумя наиболее заметными жертвами, используется выражение кадровых изменений, после того, как оба столкнулись с резкой критикой в связи с освобождением сотен задержанных мигрантов, многие из которых ранее были судимы за уголовные преступления, то есть выпуск преступников в общество в прошлом году. Друзья, здесь идет отсыл к нашумевшей саге о том, что у нас сидели там годами в конструкционном лагере всякие нелегалы в основном, а иначе зачем бы они там сидели, если у них легальный статус. Так вот, политические игрища дошли до того, что правительство решило их всех выпустить, а как только их выпустили, что правильно, опять плохо, опять критика оппозиции, а оказалось, что среди тех, кого выпустили, там не очень хорошие парни с криминал-рекордами и вообще с непонятным прошлым, откуда они там приехали, может какие-нибудь убийцы, воры и так далее. И вот пошло опять, то есть сначала критиковали, что сидят люди в концентрационном лагере уже годами без каких-то перспектив, выпустили хорошо, критику восприняли, а теперь критикуют, что зачем же их выпустили-то, этих самых преступников. Такой вот незамысловатый троллинг за наш налогоплательщиков счет, это, уверяю вас, во всей стране, на то она и политика. Хотя господин Албанизм теперь убрал эту пару из центра внимания, критика подхода правительства к эмиграции будет продолжаться, поскольку теневой министр финансов Джейн Хьюм сразу раскритиковала собственный послужной список господина Бёрка в понедельник утром. То есть как только нового назначили, сразу же нашелся тот, кто тут же раскритиковал. Вскоре после этого в беседе со Sky News Австралия сенатор Ламби выразила сомнение в способности нового министра эмиграции провести изменения, заявив, что правительству вместо этого нужна перезагрузка политики для решения проблемы эмиграции. Вот вам, пожалуйста. Дальше цитата. Честно говоря, я не уверен, как они собираются это исправить. Имеется в виду тот бардак, который, как бы, они называют это бардаком, а по факту закручивания гаек эмиграционных и ответ на запрос нас, большинства избирателей, потому что то, что устроили бардак студенческими визами, пожалуйста, наши Петровы, наши Вадики, вот это все, понимаете, как сколько бы веревочки не виться, а конец всегда будет. Да, русская пословица. То есть и в случае работающей демократии, как в Австралии, конец скорее будет скоро виден, чем когда-то там через годы. Вот, пожалуйста, произошла закрутка гаек по всем фронтам. Упоминание сенатором Ламби о прибытии лодок отражает... Извиняюсь, я перескочил абзац. Значит, дальше продолжаю цитату. Эти лодки прибывают независимо от того, хотят люди об этом говорить или нет. Вот что происходит. Так что у Тони Берка чертовски сложная работа впереди. Упоминание сенатором Ламби о прибытии лодок отражает возобновление внимания к нелегальной миграции после того, как несколько лодок достигли берегов Австралии, о ужас, в конце 23-го года и начале этого года. Друзья, речь идет о том, что, вы знаете, наверное, единственное, у нас нет ни с кем границы сухопутной. У нас близко не может быть даже теоретически, в силу отсутствия границ того свинарника, который устроили, допустим, в частности, русскоязычные иммигранты на границе с Мексикой, установив там рекорд просто по нелегальным пересечениям и вообще скоплению количества иммигрантов. Соответственно, у нас есть там лодочки, периодически могут прийти из Индонезии. Соответственно, какое решение еще Ховардом предложено 20-25 лет назад, и то оно не сомневается, что было новым. Значит, всех их хватает и не выпускают в Австралию, и потом они могут работать и зарабатывать деньги. А их хватает, сажают опять на корабль, и в точку в океане страна, есть остров Науру. Науру, не знаю как. Науру, да. Туда. И там в концентрационный лагерь. И, соответственно, никакого доступа к легальной системе Австралии они не имеют, заработать нельзя, соответственно, информация быстро проходит к контрабандистам, что у них сразу клиентов нет. Потому что дураков платить, чтобы осесть не в Австралии. Одно дело, если вы платите 10-15-20 тысяч американских долларов за то, чтобы вас привезли, и вы потом работаете в Австралии, и отбиваете спокойно за 7-10 лет, пока у вас идет кейс, спокойно просто озолотитесь будете мультимиллионеры, реальный долларовый миллионер, да, если умножить сколько там, количество лет на зарплату, вы спокойно даже в самом плохом исходе, вы уезжаете к себе назад, откуда вы там приехали, и вы там отлично упакованы по жизни до конца своих дней. Соответственно, сейчас этого не происходит, соответственно, обрезали мотивацию. То есть платежеспособный клиент не идет. И вот эти лодки периодически почему-то сейчас опять пару лодок было. Обеспокоенность также возникла после того, как несколько лодок были перехвачены агентами австралийских пограничных служб. При этом оппозиция заявила, что контрабандисты воодушевлены неспособностью правительства Албанизы активно сдерживать лодки. Вот вам, пожалуйста, видимо, какие-то лодки перехватили. Ну, в общем, это обычная сага из ничего, что было 10 лет, 20 лет назад и так далее. Тем не менее, предыдущий опыт господина Берка на посту министра иммиграции, а он был министром иммиграции в 2013 году, короткое время, там, несколько месяцев буквально, с того момента, как он занимал этот пост в 2013 году, уже подвергся критике. Сенатор Хьюм утверждает, что контрабандисты будут потирать руки предвкушения в перспективе его возвращения. Несмотря на то, что он занимал эту должность менее трех месяцев, то есть он уже занимал менее трех месяцев, там, видимо, какой-то форс-мажор был, но это было больше 10 лет назад, я даже не помню этого. Соответственно, более 6 тысяч нелегальных иммигрантов прибыли на лодки за время его пребывания на посту, то есть более одной лодки в день. Вообще-то много, но это было там 12 лет назад, и все они преспокойно были отправлены на остров Науру, в концентрационный лагеря. Ну, в общем, это обычный политический троллинг. И какое у нас... И, в общем-то, все. Вот то, что, как бы, основная новость, что у нас новый министр иммиграции, которого он еще ничего не сделал вообще, первый день он на посту, и его уже забрасывают там шапками и критикуют со всех сторон. Сами понимаете. Соответственно, какой же, так называемый, take away с этой историей? Bottom line какая? А такая, что, как вы видите, друзья, я просмотрел десяток статей, нигде не сказано, что какие-то изменения ожидаются по студентам, да, давайте к нашим баранам, какие-то ожидаются изменения по профессиональной иммиграции, а также по беженству или бракам, например, какие-то изменения. Естественно, об этом чуть позже. И здесь, как вы видите, спотлайт, так называемый, внимание, общественности и политиков привлечено абсолютно к другим, более важным проблемам. Поэтому сейчас вам будут говорить, что вот, всякие аферисты будут говорить, что вот, там, смотрите, новый министр, да, может быть, он открутит назад гайки, понимаете, да, им в карман, конечно. Предыдущие, значит, закручивали из этой же партии, да, а он пришел и открутил. Ну, Номсон же, да. Тем не менее, я прошу вас быть очень осторожным, потому что такие мысли будут. И они уже есть, уже Вадик сказал, типа, дальше хуже некуда, может быть, будет лучше. Да, нет, лучше не будет. Со студентами закрутили теперь уже навсегда. Я говорю, не на годы, не до прихода следующая позиция. Нет. как то же самое происходило с Байденом Трампом, да, они соревновались в скорости закручивания гаек на границе США, понимаете? То есть, это всегда выбор между злом и еще большим злом. Вот, что вы должны понимать. То есть, никакого министра, который все вернет и откроет границы условно Австралии, не будет. Этого не было и этого не будет и не нужно слушать тех, кто говорит, вселяет в вас надежду, может быть, себе в карман, разумеется, потому что мы все знаем, я миллион раз об этом говорил, что это все бизнес на, не пыльный бизнес на продаже вам не реалистичных ожиданий, например, как классика является поучитесь в нашем говноколледже и вы получите эмиграцию в Австралию. такого уже нет, там, 20 лет этого уже нет и вообще сомневаюсь, что когда-либо было, потому что всегда 27 лет назад, когда я приехал, это было только сначала дорогой, самый дорогой колледж, просто выучить язык, а потом дорогие университеты из топ-5. Что-то вам могли не гарантировать, да, гарантировать здесь неправильное слово, а просто вам могли давался шанс как-то остаться в Австралии, понимаете? Поэтому еще раз резюмирую, что с приходом нового министра никак вообще изменений по студентам, по профиммиграции, то, что вас в основном интересует, никаких не будет. То есть, как вот сейчас есть закрученные гайки, так это все и останется, и поверьте мне, это так и будет. Потому что я знаю, что большинство, подавляющее большинство электората сделало месседж политикам абсолютно четкий. Нужно заканчивать с Владиками, с Петровами и с прочим. Почему? Я как экономист могу прочитать лекцию или семинар провести на три дня, но я здесь не буду это делать, чтобы... Почему? Если одним словом, чтобы не подрывать австралийскую экономику, наш высочайший в мире уровень жизни и прочее, и прочее, и прочее. Вот почему. И далее, друзья, соответственно, если и так же приход нового министра никоим образом не повлияет на эммиграцию по беженству и эммиграцию по браку, будь то однополые браки, как вы прекрасно знаете, сейчас много людей этим пользуются, и мы работаем в этом направлении, пожалуйста, всегда обращайтесь, всегда будем рады помочь. Так и по беженству, как я говорю, беженство было, беженство есть, и беженство будет есть. Да? То есть, как вы видите, это даже не стоит. Прочитайте сами, потрудитесь, почитайте с десяток статей, нигде вы не увидите, что там ожидается что-то переменное, там, закрутить гайки беженцам, или там закрутить гайки по супружеским визам. Да? Такого нет, это просто не в спотлайте и всем по барабану. Вот у них лодки, как вы видите, и нелегальная иммиграция. Вот и все. И далее, друзья, хочу новость из России. Как я уже неоднократно говорил, то, что сейчас происходит, это и правительство России постоянно, закручивая гайки, облегчает фактически людям подачу на беженство в других странах, за границей. Вот вам, пожалуйста, россиянку обвинили в пропаганде бисексуальности из-за видео поцелуя с подругой 14-ти лет недавности. Подарили барышне кейс и заграничный, а значит, паспорт какой-нибудь приличной страны. Очередной. Я постоянно это говорю, что да, закручивание гаек плохо, но для тех, кто хочет валить с России, это просто, как знаете, есть выражение срок поднял с пола. А вот здесь кейс с пола поднял, гражданка подняла. На жительницу Уфы завели административное дело о пропаганде ЛГБТ. Вначале с административного, потом уголовка, и вы знаете, как это работает и как это можно все раскручивать. Поводом стало любительское видео. С ее дня рождения опубликованное во ВКонтакте еще в 2010 году, 14 лет назад. Там к имениннице подходит подруга, поздравляет и целует в губы. Судебной экспертизой указано, что поцелуй двух девушек, дальше цитата, формирует привлекательный образ бисексуалки и провоцирует стирание границы между традиционными и девиантными формами сексуального поведения. Что ж говорить тогда о наших гомосексуалистах в Госдуме во главе с Володиным? Не понимаю даже. Значит, элите и власти опять все, а глубинному народу ничего. Вот и в чем проблема. К тому же он создает ощущение иллюзорной заманчивости бисексуальности и противоречит культурно-пиетическим российским ценностям. Обвиняемая отрицает свою принадлежность к ЛГБТ, но суд не остановило. Они приплели к ее делу под подписки на паблики, где используются феминитивы. Сама девушка считает, что ей вменили именно пропаганду бисексуальности. Здесь внимание вообще жесть. Потому что увидели в ее статусе в ВК намек на влюбленность в мужчину. То есть так бы ей вменили лесбиянство, а так как у нее в статусе был намек на влюбленность в мужчину, значит ты не чистая лесбиянка, ты бисексуалка. Вы можете себе представить? Тем не менее, друзья, административка, а где административка, там и уголовка, мы все прекрасно знаем. Соответственно, с одной стороны барышне можно посочувствовать, а с другой стороны нужно кейс, ей пришел государство, дало ей билет на запад. Вот и все, друзья. Напишите в комментариях, что вы по этому поводу думаете, а также поставьте лайк видео, может быть, чтобы больше увидело народу. Друзья, напоминаю, что у нас есть телеграм-канал, где вы можете 24 на 7 задать любые вопросы по иммиграции, мы будем рады на них ответить, там у нас сидят эксперты, там сижу я. Пожалуйста, всегда будем рады помочь в вашем переезде в Австралию. Всем спасибо, пока, peace. Субтитры сделал DimaTorzok